Исторический центр Луганска для нашей местной власти как пасынок. Нелюбимый, неухоженный и забытый. А ведь улицы старого города столько всего помнят и столько могут рассказать. У каждого дома своя история, свои воспоминания. Об одном из старых зданий мы хотим сегодня рассказать. До революции этот дом, расположенный на улице Карла Маркса, называли по имени его владельца, домом Ковшова. Это сейчас он выглядит под стать многим домам старого центра, осыпавшаяся штукатурка, тусклые окна. А ведь когда-то этот дом был очень красив. Старожилы Луганска вспоминали изящную потолочную лепку на втором этаже, декоративную роспись стен на первом, огромную хрустальную люстру в главном зале. И в дореволюционные годы в этот дом не так-то просто было попасть. Высокомерный и придирчивый швейцар посмотрел бы на вас, как говорится, сверху вниз, решая, достойны ли вы войти в лучший отель Луганска. Соблюдниками нашего музея документально установлено, что в начале 20 века в этом здании находилась гостиница Гранд Отель. В некоторых источниках как Гранд Отель. Вообще-то гостиница, она была для высшего сословия. Среди населения сохранилось предостаточно много легенд о балах, проходивших в этой гостинице. Вы можете и сейчас, закрыв глаза, представить себе конные экипажи, подъезжающие к гостинице, богато наряженные барышни в атласе, с бриллиантами, подходящие, выходящие с карет и заходящие в широко распахнутые двери гостиницы. На втором этаже были гостиничные номера. В гостинице были, как бы сейчас сказали, номера для богатых людей. Еще их можно назвать как номера для свиданий. Дом обладает огромными подвальными помещениями, в которых хранились большие запасы продовольствия и вина. О владельце здания, купце Алексея Ковшове, не сохранилось практически никаких сведений. Известно лишь то, что он был человеком небедным и торговал обувью и кожаными изделиями. Как сложилась судьба купца Ковшова после революции, неизвестно. А само здание после 1917 года часто меняло владельцев. Предположительно, что в 1918 году гостиница Гранд Отель переехала в другое здание, а в освободившемся доме поселилась и одновременно практиковала семейная пара врачей. Яков Арунович Сафра был известным стоматологом, а его жена лечила внутренние женские и детские болезни. После установления советской власти в Луганске в 1919 году в бывшем Гранд Отеле располагался губернский исполком. Огромные подвалы здания использовались как складские помещения. В 1921 году в дом Ковшова переехал городской роддом. Интересно, что тогда, в начале 20 века, женщины доверяли больше бабкам-поветухам, нежели врачам. Прошло время, прежде чем будущие мамы начали спокойно уверять свое здоровье докторам. И о том, что городской родильный дом завоевал авторитет среди луганчан, свидетельствует отчет его главного врача Матвея Клаузмана. Из отчета о деятельности городского роддома за 1921-1925 годы. Само помещение родильного дома и его инвертарь с каждым годом постепенно преобразовывались к улучшению. Роддом уже не ищет симпатий населения, а завоевывает их целиком. Теперь ни одна жена рабочего, работница и жена советского служащего не мыслят разрешаться от бремени вне стен роддома. После того, как роддому было предоставлено новое помещение, в 1929 году в это здание переехала типография газеты «Луганская правда». Вскоре сюда переселилось и само издательство. Необходимо сказать, что в «Луганской правде» работали непрофессионалы. Это были, как бы сейчас сказали, люди с улицы. Однако они обладали огромным не только энтузиазмом, но и любовью к самому городу и к своей работе. В этом издательстве работали и впоследствии известные поэты и писатели. Среди них и Семен Горбадов, и Микола Упенник. При этой газете существовало литературное объединение «Забой», в котором начинал свой литературный путь и Михаил Матусовский. Также при газете работал будущий журналист-международник Юрий Жуков. Юрий Жуков, он был человек, очень известный не только в нашей стране, но и во всем мире. Из воспоминаний Юрия Жукова. «Журналистов с дореволюционным стажем среди нас не было. Почти все мы пришли в газету с заводов и из деревни. Учиться приходилось на ходу, и корректоры укоризненно вздыхали, обводя красным карандашом орфографические ошибки в наших рукописях. И все же, при всем том, я уверен, мы приносили нашему редактору не так уж много огорчений. Неопытность компенсировалась порывом юности. В редакции царила атмосфера подлинной творческой свободы. И силенок хватало на многое. И на то, чтобы выпускать ежедневную газету «Луганская правда», да еще вдобавок газету для крестьян «Шервона Луганщина», и научно-популярный журнал «Новый Донбасс», и на то, чтобы писать повести, стихи и поэмы, и на то, чтобы руководить кружками по ликвидации неграмотности, да еще самим учиться в вечерних школах». Одним из первых главных редакторов «Луганской правды» был Михаил Равидович Карин. К 28 годам он обладал большим революционным опытом. У него был огромный стаж за плечами. Среди журналистов, журналистской братьи, его называли стариком, потому что он обладал не только большим стажем работы, но и был человек очень интеллектуально одаренный. Впоследствии Михаила Давыдовича заметили в Центральном комитете партии. Его пригласили занять пост директора всеукраинского телеграфного агентства, сокращенно РАТАУ. В 70-х годах здание было передано облакниготоргу. Скажем, несколько слов об этой организации. В то время книги любили, читали, обсуждали. Книжные магазины были своего рода клубами, в которых делились впечатлениями о книжных новинках, устраивались тематические вечера, встречи с известными людьми. И для многих луганчан именно книги были самым желанным подарком. Книга всегда это лучший подарок был для всех. И моя тетя работала зав. книжной базой всю жизнь. В общем, как образовался книготорг с 1937 года и до перестроечного года. Работала в облакниготорге. И там столько книг было, море, до полтора миллиона экземпляров, которые хранились в подвальных, конечно, помещениях, складах. Когда книжная торговля начала набирать обороты, наши жители Луганска начали лучше жить. У всех были рабочие места. Зарплата начала повышаться. Книжная торговля стала востребована. Она востребована стала не только и потому, что начали читать все наши покупатели. А читатели как были постоянные, так они и остались. И многих мы знаем таких постоянных, заядлых покупателей, наших книголюбов, которые очень любили книгу. А появилась материальная возможность купить мебель. А в мебельном обязательно в наборе были книжные шкафы. Надо было заполнить эти книжные шкафы. Книги начали моментально исчезать с прилавком. Те, что когда-то лежали, те, что когда-то мы предлагали. И такая книга, которая написана, и, как вам сказать, ну, книга, она всегда вся востребована, любая книга. Но некоторые залеживались на полках. Вот, исчезать книга мигом стала. Начали, что не получим, все продадим, что не получим, все продадим. Многие покупали для того, чтобы заставить эти шкафы. И книголюбам, конечно, стало похуже. У них стали организовываться черные рынки. Они на черном рынке могли купить себе литературу, которую они хотели. Потому что они не успевали в магазине все купить. Ведь каждое издательство опускало тиражные издания. Больше тиража, например, если художественная, хорошая книга, например, Анжелика, она печатала где-то 2000 тираж на весь Советский Союз. Ну, можете представить, сколько желающих было прочитать эту книгу. Если попадет в магазин, там, 2-3 книги, 2-3 экземпляра, то, конечно же, директор возьмет себе. Получился дефицит книг художественной литературы. Дефицит книг искусства появился. Это уже где-то после 70-х годов, где-то к 80-м годам, появился большой дефицит в книге художественной, по искусству. Анна Степановна Невдахина, которая, кстати, проработала в системе книжной торговли более 40 лет, вспоминает о том, что в то время, в 70-е, 80-е, когда ощущался дефицит книг, покупателям так хотелось читать, что они даже приобретали литературу на иностранных языках, например, польском или чешском. И таким образом читали книги, которые нельзя было приобрести на русском языке. Кстати, книжный голод в то время чувствовался не только в провинциальных городах, но и в столице. Поэтому многие известные актеры, которые приезжали в наш город, посещали и обл книга Турк. Книга Турк посещали и знаменитости. Они, конечно, все хотели получить какую-то изюминку в книгах. А в то время было модно «Серебряный век» – это и Ахматова, и Сенин, и Цветаева, и другие авторы. В этом доме, где располагался обл книга Турк, очень проходили интересные мероприятия. И с детьми, и со взрослыми. Ну, очень вспоминаются те дни, когда приезжали к нам известные актеры. И среди актеров мне помнится, как волной подхлеснуло всех, чтобы посетить обл книга Турк. Ну, это было, конечно, счастьем. Там был у них красный уголок. И в красном уголке, в таком домашнем, уютном, собиралась публика. И актеры обычно рассказывали о себе очень интересно. Вот, например, Олег Попов, своими шутками, прибаутками, Спартак Мишулин, Зоя Федорова, с полюбившимися нами сценами из «13 стульев». Какие бы артисты ни приезжали, они все к нам приходили. Все были. И украинские артисты, и российские артисты. И Самойлов был у нас, и Леонтьев был у нас. Педросян давал у нас бесплатно для наших книголюбов концерт. Было очень много книголюбов. И потом приглашал же нас к себе туда, на большой концерт Декаленина. Вот, ну, много. Какие книги они просили? В основном просили по искусству. В основном. Хотя, они же выезжали на периферию, там они у себя в Москве не могли успеть купить. Вот, Сличенко тоже был у нас. Все они просили книги «Жизнь в искусстве» и по искусству. Ну, и, естественно, по кулинарии. Сейчас по кулинарии теперь вот они сами, актеры, пишут книги, и такие рецепты. Рубальская, он прекрасную книгу написала о кулинарных рецептах. И вообще ее сейчас стихи у нас востребованы. Поэзия очень хорошо у нас сейчас идет востребована. Рубальская особенно. Вот, и теперь они все пишут книги по кулинарии и свои рецепты дают. Замечательные книги. Мы их продаем тоже, и покупатели очень любят. Сколько мы всего вспомнили из истории нашего города, рассказывая лишь об одном доме по улице Карла Маркса. Мы вспоминали и книжный дефицит, и первых журналистов Луганска, и великосветские балы. А сколько луганчан появилось на свет в стенах этого здания. Но, может быть, этот дом хранит еще какие-то тайны. Уважаемые луганчане, Музей истории и культуры города Луганска сердечно просит вас поспрашивать у своих бабушек, у своих дедушек о гостинице «Гранд-отель», о купце Алексея Ивановича Ковшове. Может быть, кто-то помнит. Может быть, из вашей семьи сохранились предания, легенды об этом человеке и об этой гостинице. Коллектив нашего музея сердечно благодарен вам за сотрудничество заранее. Всегда мы рады видеть нашу музею. Старых домов у нас в городе немало, и их стены хранят множество воспоминаний. Хотя выглядят здания исторического центра Луганска неприглядно, грустно и неухоженно. И наш сегодняшний герой пока что не выделяется из череды унылых зданий старого центра. Он стоит, ждет своего часа и вздыхает. Эх, видели бы вы меня лет сто назад! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...